всем привет ребятки на связи володя котлеров и если вы меня видите значит мы в прямом эфире студии группы порнофильмы для сегодня я сыграю благотворительный акустический концерт поддержку фонда борьбы с льки мей сегодня я не один за кадром со мной мои друзья некоторых вы знаете некоторые из них даже играют группе порнофильмы и они будут сегодня помогать рассказывать о том какие суммы мы собрали задавать какие то вопросы ваши из комментариев и просто меня морально поддерживать начнем через несколько минут подождем когда побольше людей подключиться пока за эти несколько минут я расскажу небольшую предысторию этого мероприятия как вы знаете в 2017 году в честь записи альбома в диапазоне между отчаянием и надеждой мы с ребятами решили организовать благотворительную краудфандинговую кампанию на сайте планета точка ру суть этого проекта было то что мы записываем альбом самостоятельно а все собранные деньги переводим одному из благотворительных фондов таким фондом мы выбрали фонд борьбы с лекимией перед этим мы с ними встретились познакомились и очень воодушевились тем насколько это добрые и альтруистичные люди целью проекта были 500 тысяч рублей но с вашей помощью нам удалось за год пока длился этот проект собрать более 900 тысяч рублей это нас очень сильно воодушевило и мы решили в дальнейшем проводить нечто подобное каких-то других форматах вы могли видеть волонтеров фонда борьбы с лекимией на наших концертах где каждый желающий мог передать какие-то вещи для подопечных фонда недавно мы проводили подобную благотворительную акустику за время которой за три часа всего лишь мы собрали тоже порядка 900 тысяч рублей и после того как эфир закончился еще в течение суток пожертвования продолжали поступать и мы достигли миллиона рублей в итоге это было просто удивительно поразительному до сих пор а удивлены насколько это хороший результат и как же мы смогли вместе с вами столько много нас собирать всего за три часа тем не менее сегодня мы попробуем это рекорд побить и я верю что у нас с вами все получится касательно песен которые сегодня будут исполнены в последние сутки в моем инстаграме висел опрос какие песни вы хотите услышать и все заявки я внимательно изучил плюс к этому я добавил какие-то песни которые хотелось бы сыграть мне самому и может быть еще будет как пара каких-нибудь каверов и неожиданных сюрпризов ну что же санек сколько нас народу смотрит уже расскажи мне нас сейчас смотрят три тысячи двести человек пока что три тысячи двести человек это в принципе уже нормально можно начинать я думаю да остальные присоединятся впоследствии смогут трансляцию посмотреть потом уже в сохраненном виде да ваш будет сохраняться у нас замечательно так что еще можно сказать будут также заданы вопросы которые вы оставляли в комментариях под нашим постом в сообществе вконтакте некоторые из них мы озвучим сегодня в прямом эфире некоторые будут выходить в рамках наши новые рубрики в которой мы отвечаем на вопросы зрителей что-то вроде народного интервью как всегда возьму медиатор как всегда довольно волнительно играть подобные онлайн концерты потому что нету прямого контакта с вами с нашими слушателями о вашем присутствии мне остается только догадываться когда увидеть вас в стеклянном глазу видеокамеры но тем не менее такое волнение обычно быстро проходит через несколько песен уже я вхожу в настроение в нужное и время летит незаметно ну давайте попробуем проверим звук можете написать в комментарии как вам вообще звук картинка всем ли меня видно всем ли меня слышно да давайте еще расскажем по поводу того как каждый из вас может пожертвовать у нас там я так понимаю прикреплена ссылка под видео вы можете по ней пройти и пожертвовать любую сумму которую сами посчитайте нужной фонд борьбы с ликемией мы будем периодически озвучивать собранную сумму и продолжать играть песни давайте попробуем первую песенку сыграть не убивай а если все таки убил тогда давай построим храм среди могил почем слова и ритуал для мертвых тел не воровал я просто брал чего хотел и 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 Русская весна, мы все в крови, Нам обрадание война, война. Всем командирам по новой квартире, Плачущей матери свинковых гроб, Золоте по некрещенному миру. Русский Христос идет, Русский Христос идет. Люд справедлив, за то, что в храме танцевал, Дрова белит, поедешь на леса, Повал такой хуйни, здесь не прощают никогда, Репост нажми и по эстапу в Магадан. Шьет телогрейки пемида в Сибири, Глупый, но, впрочем, смешной анекдот. Золоте по обреченному миру. Спасибо за внимание. Немножко подстроить гитару. От волнения даже немного сбился в середине. У меня же есть тюнер на проводе. Давайте воспользуемся техническим прогрессом. Как вообще у нас там прибавляются зрители? Давай пока озвучим. У нас сейчас уже смотрят 4300 человек. У микрофона МС Русаков, кстати. МС Русаков приветствует вас. И у нас уже 45 тысяч, кстати, между прочим. Серьезно? Борьба с лейкемией, да. Да, ребят, спасибо всем огромное. Много ребят тут в комментариях подсказывают, что гитара расстроена. Да, она немного поплыла. Она тоже волнуется просто. На самом деле просто еще экспериментирую со строями. И вот в последнее время играю на полтона ниже. И струны немножечко... А как ребятам, которые смотрят, нравится ли звук и картинка вообще? Судя по комментарию, что гитара расстроена, звук у них есть, да? Я так понимаю. Так. Кайф вообще прям. Как рояль звучит. Ну что, продолжаем нашу онлайн вечеринку. Акустическую. А сколько уже на роду прибавилось? 4,5 тысячи. То есть прибавилось, по-моему, сколько? 5,5 тысячи человек, да? Прибавилось. Просто мало ли, если будет убавляться, значит я плохо справляюсь со своими обязанностями. Да, я должен, буду лучше стараться, быстрее играть, громче петь и так далее. Ну ладно, это... Будем считать, что это был такой саундчек, проверка звука. Продолжаем. Продолжаем наш эфир. Следующая песня с недавнего нашего релиза. Ее тоже многие просили сыграть. И она одна из моих любимых, поэтому следующая песня «Звездочка». Звездочка в небе дрожит. Кто тебя бросил в мокрую осень, звездочка, расскажи. Прячет ли дождик беззвучные слезы? Сколько наивным девчонкам тебя часто дарили ребята? Может, и я, может, и я когда-то тебя подарю. Девчонки одной. Девчонки одной, той, что приснилась весной. Звездочка в небе дрожит. 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 Впрочем, нет, не говори, молчи Где ты, забытый дом? Машет ли кто-то белым платочком Звездочка в небе пустом? Мы с тобой две одинокие точки Столько безумцев, как ты, братья Напрасно, как спички сгорали Можно и я выпью мудрость, я И вместе давай дрожать Над спящей страной Над проклятой страной Для девчонки одной Для девчонки одной Для девчонки одной Для девчонки одной Спасибо Ну как? Люди убавляются? Или прибавляются? Люди прибавляются Пока прибавляются, да Надеемся, что мы не отпугнем никого Ну, я надеюсь, тоже Нормально Немножечко расстроена гитара Придает определенный Придает определенного шарма Так говорил Владимир Высоцкий У него гитара всегда была расстроена Может у него просто Такая гитара была? Не знаю Говорят, что он ее специально Немножко расстраивал Чтобы она немного звучала Грубее, тональнее И она была Гармонична с его хриплым голосом В моем случае Я немного просто Сильнее, чем обычно Бью по струнам Из-за того, что немного волнуюсь Всегда волнуюсь, когда на меня смотрит Столько людей Но это нормально Продолжаем нашу Акустическую вечеринку Давайте вдогонку к этой песне Следующую сыграю Которая тоже Была на этом же самом Релизе Тоже одна из моих Любимых песен Я ее сам, наверное Даже считаю Самой лучшей Из написанных мной Детство разноцветное пятно Оберегаю нежно в голове И пронесу сквозь озверелый век Со мною, мама, голос твой родной Как колокольчик в мертвой тишине Напоминаешь через время мне Считай до десяти Просто взяти всех простить Белым цветом развести И улыбнуться Все равно мне больше не согреться В пламя прыгну, чтоб вас согреть Тогда заберите Мое доброе сердце Может быть, вы станете немного добрей Когда-нибудь вы станете немного добрей Станете немного добрей Когда за слабость принимают доброту Не трудно лаять и кузать в ответ Сложней прожить и не утратить свет Я изувечусь, но пути свои пройду Я просто верю, что в природе зла Лежит нехватка света и тепла Я считаю до десяти Просто взяти всех простить Белым цветом развести И улыбнуться Все равно мне больше не согреться В пламя прыгну, чтоб вас согреть Тогда заберите Мое доброе сердце Может быть, вы станете немного добрей Когда-нибудь вы станете немного добрей Станете немного добрей Станет грустно в одиночестве в бою Или рисую ночью на огне Молчу, не спытаешь на мечте Среди людей ковиндарей, дождей и вьюг Порою хочется хоть с кем-то мне Быть сосучным в доброте И с холодным глаз меня Лезет душу леденя Пязда черная, но я лежу Боюсь Хлеб-то соль на шитом полотенце Станет мало, тогда скорей Разпыньте и выньте Мое доброе сердце Может быть, вы станете немного добрей Когда-нибудь вы станете немного добрей И может быть, вы станете немного добрей Станете немного добрей Спасибо Следующая песня, которую я сыграю По вашим заявкам Чайник, пожар, плиты Рядом ты дрожишь Как я устала Пожалуйста, расскажи Когда наша жизнь Превратилась в ритуалы Как мы смогли с тобой потерять контроль На кого мы похожи Может, случайно, но абсолютный ноль Кто-то нашу любовь умножил Снова выключать тут старый чайник плита А внутри будто-то только бьются Как бьются сердца Скажи мне, что с нами стало Наша ночь не закончится уже никогда Повторяй, 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 повторяй Без конца Свои ритуалы Все свои ритуалы Вилки на жирты Стаканы и кресты Диваны, гробы и танцы Пропущенные звонки Букеты и венки Молитвы и агитации Сломан, забит землей Мой компас земной И ты не ждешь у причала Сходим с ума весной Так повторяй за мной Свои ритуалы Снова выключать тут старый чайник плита А внутри будто-то только бьются Как бьются сердца Скажи мне, что с нами стало Наша ночь не закончится уже никогда Повторяй, 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 повторяй Без конца Свои ритуалы Спасибо, ребята Спасибо, что вы нас смотрите Спасибо, что жертвуете Кстати, давайте еще раз уточним Сколько же у нас уже накапало Какая сумма, Санек, расскажи Так, на 5 минут назад у нас было 100 250 рублей Спасибо, ребята 100 250 рублей Мы удвоили, можно сказать, за несколько песен Эту сумму Не мы, вернее, а вы Ребята, огромное спасибо, что вы с нами Что поддерживаете Несмотря на то, что в данный момент Как мне сказали, идет какой-то футбол Все равно находятся люди, которые выбирают Вместо футбола просмотр нашей трансляции Россия, кстати, проигрывает Да? Ничего страшного Сколько у нас уже народа в трансляции? 5,5 тысяч человек 5,5 тысяч человек Это неплохой результат Давайте еще раз напомним Значит, сегодня мы, находясь в Дубне На студии группы Порнофильмы Проводим прямой эфир С благодоварительной целью Цель наша Сбор средств для благодоварительного фонда Фонда борьбы с лекимией С которым мы уже несколько лет Не только сотрудничаем, но и дружим Что еще можно добавить? Было собрано за вот эти Первые минуты трансляции Около 100 тысяч рублей Чуть больше Я надеюсь, что через несколько песен Мы постараемся эту сумму удвоить А может быть, даже утроить Давайте продолжим, наверное, да? Или какие-то вопросы, может быть? Если хочешь отдохнуть, давай к вопросам Давай какой-нибудь устроим Небольшой блиц-опрос Задай несколько самых интересных, на твой взгляд, вопросов Из комментариев Чтобы мы немножечко разбавили Да, ребята, когда мы выложили анонс этого концерта Мы предложили вам оставлять вопросы И вместе с Володей потом отобрали некоторые из них На которые как раз он сегодня и ответит Единственное, я вот сейчас слежу за комментариями Ну, пытаюсь следить Они тут быстро очень листаются Слежу за комментариями Под нашей YouTube-трансляцией Тут один комментарий я хотел бы От Сергея Прошу, умоляю, передать привет Минску Нам нужна поддержка Это нам поможет Передаем огромный пламенный привет Минску От всей группы порнофильма От всех слушателей группы порнофильма От всего даже народа России, наверное Можно так пафосно сказать или нет? Не стоит Мы очень переживаем за вас Регулярно смотрим, что у вас происходит Следим за новостями С тех самых минут, когда это все началось Желаем вам сил, терпения И я уверен, что вы победите И диктатор будет изгнан С трона, который он занимает уже не по праву И является по факту самозванцем Ну и привет, естественно, не только Минску А всей Беларуси, конечно же Да, конечно же Привет всей Беларуси У нас должен был быть этой осенью концерт, по-моему Да, в Минске, насколько я помню Да, да, но Неизвестно теперь, когда будет С нами сегодня в трансляции принимает участие Саша Русаков Который за кадром в микрофон будет задавать вопросы А также рассказывать какую-то информацию О переносах концертов В связи с карантином, в связи с пандемией В связи с угрозой второй волны Об этом мы тоже сегодня чуть позже поговорим Следите за нашей трансляцией, нашим эфиром Не переключайтесь Можете подписываться на наш канал Если хотите, нам будет приятно Но, конечно же, самая главная цель, ради которой мы сегодня собрались Это помощь больным лейкемией Мы сегодня собираем деньги для благотворительного фонда борьбы с лейкемией Санек, ты вот хотел рассказать Наши прошлые сборы На прошлой акустике На что они пошли? Расскажи, вот ребятам будет интересно узнать Что это не просто в пустоту, когда деньги уходят А это конкретные вещи оплачиваются ими Да, конечно Мы У нас, как бы, более того, у нас в контакте, в посте Мы, как бы, отчитывались прям документально Кому фон борьбы с лейкемией, кому отправил деньги Я могу прямо сейчас назвать Одному молодому человеку, Алексею Лаптеву, была закуплена специальная система С помощью которой он смог провести операцию И ему пересадили костный мозг от его матери То есть с помощью этого аппарата, дорогущего, стала эта операция возможна И оставшую часть денег отложили другому молодому человеку Сейчас, к сожалению, его состояние здоровья не позволяет провести операцию Но, как только это позволит То есть деньги у него уже лежат И, соответственно, операция будет проведена Сегодня же у нас нет каких-то конкретных целей Сегодня мы помогаем фонду борьбы с лейкемией Пополнить их, скажем так У них есть такой раздел «Скорая помощь» Есть люди, которым средства требуются вот прямо сейчас И некогда открывать сборы и так далее И вот для этого у них должна быть определенная копилка И вот сегодня как раз мы попытаемся вот эту копилку немножко пополнить Чтобы у людей, у которых нет времени, нет там несколько дней, тем более несколько месяцев Нет времени ждать У них будет возможность закрыть эти расходы То есть помимо основных сборов, которые делает фонд Это какому-то конкретному человеку на дорогостоящую операцию Заводится отдельный счет для этого человека И собираются деньги Но помимо основных направлений, по которым фонд работает В этой операции еще существуют также ежедневные расходы Непредвиденные, на которые нет времени подобный отдельный счет открывать В каждом отдельном случае Это, я так понимаю, лекарство, дорогостоящая терапия Какая-то тоже для людей, которые лежат в реанимации И для этих целей был создан специальный общий счет Который называется «Срочная помощь» Вот мы сегодня собираем деньги на этот счет С этих денег будут оплачиваться вот эти все непредвиденные экстренные нужды Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нас смотрите Гитара вроде бы настроена Что-то сыграешь еще или вопрос? Давай я еще сыграю пару песен И потом мы еще на пару вопросов, наверное, ответим Супер То люди, наверное, подключаются, хотят послушать песни А мы тут языками своими болтаем Давайте вот такую сыграем повеселее немного песенку Это не наша песня, но она мне очень нравится Я ее часто играю дома для себя Шум дороги нагоняет Ветер гладит, словно шел Важен каждый воздухоглоток Я бегу, я догоняю солнце Солнце гонится за мной Интересно, что там за рекой Может, кто-то близкий, кто-то родной Я не знаю, куда Я не знаю, куда бегу Ведь может быть, где-нибудь там Где-нибудь там Меня верят и жгут Чужие бегут города А я не дороблю силы берегу Ведь я не знаю, куда Я не знаю, куда бегу В голове мелодия играет Ноги двигаются в ритм Ничего не роет, не валит Шаг налево, шаг направо Велика всегда вперед Горизонт покоя не дает Настанет день и он меня найдет Я не знаю, куда Я не знаю, куда бегу Быть может быть, где-нибудь там Где-нибудь там Меня верят и жгут Чужие бегут города А я не дороблю силы берегу Ведь я не знаю, куда Я не знаю, куда бегу Я не знаю, куда бегу Закончил в блюзовой манере Продолжаем нашу трансляцию Безумно хочется, конечно Выступать в каком-нибудь клубе Чтобы видеть всех вас И Настоящие живые концерты Конечно же Нельзя заменить никакими эфирами Я надеюсь, что В ближайшее время Концерты у нас возобновятся Пока что ситуация очень определенная Давайте такую сыграем Тоже эту песню Сегодня Как я видел По вашим заявкам Многие Просили сыграть Кстати Еще такой факт Можно рассказать Часто Наши слушатели Рассказывают мне о том Что Эту песню Они Слушали На своих Свадьбах Молодая семья Мы познакомились с тобой На вечеринке Наших общих друзей Ты улыбнулась Подмигнула Она мигнула Я додумал все сам Я притворился Что я лучше, чем есть Смею Сбешней Взрослей Я так люблю тебя Закрою Свои беспечные Большие глаза Мы молодая семья У нас уверенный вид У нас нет нихуя Кроме нашей любви Настоящей любви Залетела в ту неделю На районе Расцветала Сирень Все пацаны Заупажали Руку жали Видно время Взрослеть За счет родителей В столовке Мы отметили Наш свадебный день Я так люблю тебя Нам дали Ипотеку На две тысячи лет Мы молодая семья У нас уверенный вид У нас нет нихуя Кроме нашей любви Настоящей любви Потом подвяли все букеты И развились конфетные сны Настоящая любви Дети плачут Это просто пиздец А там стабильность Раздирает паруса Не дотонувшись в страны Я так люблю тебя За имя же Мне уверенности В завтрашнем дне Мы молодая семья У нас уверенный вид У нас нет нихуя Кроме нашей любви Настоящей любви Спасибо, друзья Спасибо, что вы с нами Спасибо, что жертвуете деньги На наше общее доброе дело Давайте узнаем, сколько же нам Уже сейчас удалось собрать И также озвучим количество людей Которые меня сейчас смотрят Для того, чтобы я знал Что меня кто-то смотрит вообще И все у нас это происходит не зря Санек Друзья, спасибо всем большое Уже 190 тысяч Сейчас на смотре 5600 человек Ребят, спасибо всем огромное Спасибо Блин, да, очень здорово Очень здорово Что вы с нами Вы участвуете в этом Вы не представляете, насколько это важно Насколько вы нас этим вдохновляете Если мы сегодня соберем Очень много и побьем рекорд В конце этой трансляции Я сыграю одну новую песню Давайте это будет нашим неким стимулом Это шантаж какой-то Ну, почему шантаж Просто мне хочется людям таким образом сказать спасибо Да, ребят, спасибо Давай разбавим вопросами Ну, давай Если у тебя уже есть какие-то вопросы Ну, мы, да Мы с тобой выписали несколько вопросов Я готов тебе их сейчас позадавать немного Ну, давай Давай начнем вот с комментариев под постом ВКонтакте Володя, если представить, что карьера, связанная с музыкой Закончится не по твоему желанию А в силу каких-либо обстоятельств Чем бы ты стал заниматься? Если вообще мне нельзя будет никаким образом Делать что-то в музыкальной сфере И во всех сферах, связанных с этим То вообще моя мечта Я бы хотел стать фермером И заниматься каким-то натуральным хозяйством Ну, что-то вроде того, чем занимается Петр Мамонов Последние, сколько, 10 лет, может быть, 20 Когда он там уехал в деревню и все бросил Ну, вот мне вот это близко То есть, именно не то, что он в церковь вдарился А именно то, что он нашел ту самую гармонию с природой Слился с ней и оставил вот эти все мирские заботы Городскую суету И то, что можно назвать шоу-бизнесом, например А если я бы не занимался музыкой То, в принципе, я мог бы примкнуть к музыкальной индустрии В каком-то другом формате Я мог бы заниматься звукозаписью Например, каких-нибудь групп Вместе со Славой мы могли бы легко это делать Сегодня, пользуясь теми навыками, знаниями и опытом Которые мы получили за время работы над нашими альбомами Ну, или я, не знаю, мог быть прокатчиком Каким-нибудь другим группам Подключать провода на концертах Ну, или на свадьбах без диджея Могу на свадьбах в прокате работать Привозить звук, подключать колонки на пульте Добавлять верку в сердючку в оба канала Вот, не знаю Жизнь может повернуться по-разному И надо с каким-то воодушевлением и энтузиазмом Воспринимать любой жизненный опыт, который к тебе сваливается на голову Окей, давай еще один вопрос Ну, давай, да Так, Володя, ты в недавнем посте рассказывал о своих взглядах на музыкальную теорию И твой путь к ее изучению Ты упомянул о том, что изучал некоторую литературу, чтобы освоить теорию музыки Можешь назвать, к какой именно литературе ты обращался? Я не использовал каких-то конкретных учебников Все мое обращение к подобным материалам сводилось к тому Что когда я обнаруживал в своих знаниях, в своем каком-то опыте музыкальном пробел И мне очень хотелось именно эту сферу систематизировать Я начинал гуглить либо какие-то статьи, либо какие-то фрагменты учебников Которые я сейчас затрудняюсь назвать И чаще всего еще это были обучающие видео на ютубе Которых сегодня очень много лежит И можно посмотреть, как какой-нибудь хороший преподаватель Не только тебе рассказывает, но и показывает на примере Прям на пианино играет какие-то вещи То есть ты можешь это на опыте, на каком-то примере Быстрее понять и все расставить по полочкам в голове Я советую пользоваться такой методикой По крайней мере, если вы это делаете самостоятельно без преподавателя То это может расширить ваш кругозор А конечно же, наверное, лучше всего обратиться к преподавателю Который будет целенаправленно с вами заниматься Подобно тому, как когда вы ходите в спортзал Вы добиваетесь наибольшего результата, когда с вами занимается тренер Здесь абсолютно такая же аналогия Окей, спасибо Тут, пользуюсь лучшим комментарием, один прочту Всем, кто под каблуком, привет Это наш звукорежиссер написал, что ли? Ну, я не знаю Вроде настроено, да? Давайте я попробую сыграть еще одну песню Нашего недавнего, скажем так, EP Как, кстати, расшифровывается EP, кто-нибудь из вас знает? Да мы же не образованы, это что? Никогда не задумался об этом Вот еще один повод воспомнить свой пробел Погуглив этот вопрос в интернете Песня, которая на самом деле Я всегда думал, что это электрическая песня И под акустическую гитару ее очень сложно играть Но в ваших заявках неоднократно мелькала Просьба сыграть песню «Чужое горе» Поэтому я попробую сыграть под гитару Может, немножко криво это получится, но Я сегодня пробовал ее переложить на Акустический вариант Мне кажется, что получается В принципе, слушабельно Давайте попробуем Можете подпевать там за мониторами Я вас не услышу, но Почувствую своим сердцем, что Вы с нами Конечно же Будем рады, если вы пожертвуете любую сумму на Лечение Больным лейкемией По ссылке, которая под этим видео За здравие во грязи Попормочи в образа Прикрыв ладошкой глаза Газеный пряник грызи Не вздумай в трубы трубить Не смей на митинг ходить Научит пропагандист Как родину полюбить Ты слышишь, постучались двери Кто теперь поверит В дом вошли без ключа Поищи правы Сам вручал им право каждый раз Когда на горе чужое Ты смотрел и молчал Поставь избу на краю Не прыгай выше травы Не забивай головы И оставайся в строю Паши, рожай, умирай Прибавь величья стране Напейся в праздники, раб Твоих калеры в огне Ты слышишь, постучались двери Кто теперь поверит В дом вошли без ключа Поищи правы Сам вручал им право каждый раз Когда на горе чужое Ты смотрел и молчал Молчи, когда они вдруг поведут себя по волчьи Когда владится нечесть Бесконечных полчищ Когда нам навязали Людоевскую реформу Молчи, так родился мусор в полицейской форме Молчал и невиновных запытали на подвале Сушили, пили током и по десять лет давали Законами вертели, как хотели Словно ты шло, молчал Они просто охуели Ты слышишь, застучали двери Кто теперь поверит В дом вошли без ключа Поищи правы Сам вручал им право каждый раз Когда на горе чужое Ты смотрел и молчал Очень тяжелая песня, конечно И в плане того, как она звучит под акустическую гитару И вообще в плане того, как ее каждый раз приходится исполнять Друзья, не будьте равнодушными Именно равнодушие Является, наверное, основным корнем всех бед Которые сегодня происходят в России Равнодушие и эгоизм Ладно, продолжим Может быть, что-нибудь более Воодушевляющее Более светлое Я вот смотрю на список песен, которые я приготовил По вашим заявкам Они все очень грустные в основном Давайте такую попробуем Нет, я не буду говорить Когда встала эта ночь Вновь видеть, значит ждать И топтать ногами дождь Значит верить глупым нам Ждать на лестнице шаги Нам остались пополам Телефонные звонки Я не верю больше словам Я не верю словам Я не верю больше словам Мы не можем быть вместе Я не верю больше словам Это все обман Бесполезные песни Нет, я не буду слушать стук Ждать на лестнице шаги Это наш обычный круг Телефонные звонки Это время на железа Убивает бодрость слов Это наш обычный страх И обычная любовь Я не верю больше словам Я не верю словам Я не верю больше словам Мы не можем быть вместе Я не верю больше словам Это все обман Бесполезные песни Хотел что-нибудь воодушевляющее сыграть И опять Грустная получилась песня Это песня группы Последние танки в Париже Одна из моих самых, наверное, любимых групп Сегодня На российской сцене Кстати Там был подобный вопрос, по-моему Да, какие из групп Я бы выделил Но вот На самом деле И выделять-то особо некого К сожалению Одна из моих любимых групп Это последние танки в Париже Еще я бы, наверное, выделил Московскую Нойзерок Группу Джарс Тоже мне очень нравится Их творчество И Кого еще там? Группа Трэк Драйверс Тоже очень классная Прям Санек сегодня даже пришел В футболке Трэк Драйверс Это группа Из Челябинска Ребят, все, кто из Челябинска Если вы нас смотрите Поддержите локальную сцену Сходите на концерт Группы Трэк Драйверс Продолжаем нашу Трансляцию Как у нас там вообще Фидбэк какой-то есть вообще Сколько народу уже нас смотрят Сколько мы смогли уже сегодня насобирать Может реально надо что-то повеселее играть Чтобы Сейчас ждем цифры Сейчас ждем цифры Пока может что-нибудь сыграть Ну давай, да На сколько нас народу смотрит? 5800 Видишь, футбол Спутал нам все карты Давай счет тогда уже говори какой-то Ну счет, к сожалению, прежний 1-0 пока проигрываем Ну надо было сказать, что Россия выигрывает Да, ребят, чтобы вы не отвлекались на футбол Давайте мы будем вам озвучивать счет Хотя я вообще не любитель Этих всех состязаний массовых Но тем не менее Я знаю, что среди вас есть много любителей И болельщиков Поэтому для вас мы будем объявлять счет Итак, Россия проигрывает со счетом 10-0 Да, я правильно услышал тебе 1-0, ну где 1, там и 2, и 3, ну не знаю Нет, ну давайте сделаем вид, что мы верим в нашу победу И Россия обязательно победит Уж мы-то с вами знаем Ладно, я вообще в спорте не разбираюсь в таком вот Поэтому о нем я не буду Буду только вот сухо выдавать вам результаты матча Цифры, которые мы на данный момент имеем Пока 1-0 Что бы это ни значило Следующая песня Надо, чтобы песни громче бомб Слова острее, чем ножи Беззаветно верить и в стену бомб А иначе стоило лежить А иначе стоило лежить А иначе стоило лежить Стоило лежить Только в душу не лезь, нет А умру сколотить тем гроб И веселую песню Мне пропойте На поминках Пойте громче бомб Если что-то делать, то лишь добро Живи в душе огонек души Помни, что дороже чужих корон Голубого небосвода, ширь Голубого небосвода, ширь Голубого небосвода, ширь Небосвода, ширь Только в душу не лезь, нет А умру сколотить тем гроб И веселую песню Мне пропойте На поминках Пойте громче бомб Полюбил, отдай себя всего Предан будешь вопреки, держись И улыбайся так, чтоб рвался рот А иначе стоило лежить А иначе стоило лежить А иначе стоило лежить Стоило лежить Только в душу не лезьте А умру сколотить и гроб И веселую песню Мне пропойте На поминках Пойте громче бомб Спасибо Не стоит Они повсюду Они среди нас Стальной петлей Затянется трудно Гомык И выдает выражение глаз Живой снаружи В области сердца Соломан На пьяной кухне Общих друзей Служит чайная встреча Разговоры по душам Удары в грудь Я такой же, как все Мне просто надо Семью задержать Да ты чего? Братишка, я свой Такая просто работа Настанет момент На мирном митинге Встретишь его И в нем все говорит Мент Они никогда не поймут Как можно любить кого-нибудь Кроме себя Как можно жить Ради других Ради себя Кто попровор Не пилит бюджет По дну кормушки С дверя поскребет Руками Администрация Мент Они никогда не поймут Как можно любить кого-нибудь Кроме себя Как можно жить Ради других Покрали себя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ Корректор А.Кулакова 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 Севастополь, Донецк и Луганск Это точно пройдет Это точно пройдет С пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но верь же мне Это пройдет Какой же черный нам выбыл век А мне мерещится вдалеке Живой надежды, забытый свет Так верь же мне Однажды это пройдет Словно свастика русского мира Как пожары в сибирских лесах Срок для честных ребят Из Пензы и Питера Набитый детьми автосак Из ящиков вручая нечисть Два-два-восемь и шмон в пять утра Как ОМОН-овец, краброколетящий женщин Как декабрь, январь, мевраль Это точно пройдет Это точно пройдет С пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но верь же мне Это пройдет Какой же черный нам выбыл век А мне мерещится вдалеке Живой надежды Забытый свет Так верь же мне Однажды это пройдет Все пройдет, все проходит когда-то Будет год, будет день, будет миг В одиночестве в морге Вчерашний диктатор А теперь просто мертвый старик Здесь слезут двери в Лефортово И Россия воспрянет от сна Малайзийским истинзанным Сорванным бортом Мою ледяную избушку Ворвется весна Это точно пройдет С пакетом мокрым на голове С электрометками на руке Моя Россия сидит в тюрьме Но верь же мне Это пройдет Какой же черный нам выбыл век А мне мерещится вдалеке Живой надежды Забытый свет Так верь же мне Однажды это пройдет Спасибо, друзья Спасибо, что вы с нами Для тех, кто только что присоединился Давайте немножечко Скажем еще слов Еще раз повторимся Что здесь происходит И по какому поводу мы здесь собрались Санек, расскажи ребятам В микрофон Который специально для тебя подключили Да, мы в апреле проводили Акустику, когда у нас Из-за коронавируса Отменились все концерты Совместно с фондом борьбы с лейкемией Мы сделали такую акустику И только за время концерта Мы собрали почти 900 тысяч рублей Для фонда борьбы с лейкемией И их подопечным уже были сделаны Опираться на эти деньги Сегодня также мы спустя полгода Решили повторить Потому что сейчас с концертами Опять какая-то непонятная ситуация Непонятно, когда у нас эти концерты Опять начнутся И мы решили не ждать И повторить тот наш апрельский опыт Надеюсь, что вы тоже по нам соскучились Как мы по вам Потому что мы, если честно Уже прям изнемогаем без концертов Нам не хватает этой энергии Нам не хватает всей этой движухи Но надеюсь, что скоро мы с вами Семьи ребят увидимся И спасибо вам за вашу поддержку Спасибо за то, что донатите фонду Для нас это очень важно Спасибо Санек уже даже начал в Твери Ходить каждый вечер в караоке Чтобы хоть как-то скомпенсировать Отсутствие того драйва Который он получает на концертах Пишите в комментариях Как свой досуг Во время отсутствия концертов Проводите вы Будет интересно тоже узнать Прочитать все это дело Давайте озвучим еще раз Какое количество людей нас сейчас смотрит И также Озвучим цифру, которую нам с вами Благодаря вашей помощи Удалось уже на данную минуту собрать Давайте озвучим На данный момент Ребята уже на донатили фонду Чуть больше 300 тысяч И на данный момент нас смотрит 5700 человек 5 тысяч это солидно Ну и я кстати в комментах читаю Что люди смотрят не по одному человеку И говорят, что статистика врет Поэтому нас как минимум в три раза больше Они смотрят целыми семьями Так что статистика врет, ребята Нас больше Это здорово Ребят, спасибо, что вы с нами Кстати, а вот на пятитысячной купюре Какой город нарисован? Помните? По-моему, Ярославль, если не ошибаюсь Хабаровск А, Хабаровск, сорян, ребят Я думаю, что это все не просто так Хабаровску привет, мы с вами Ребята, мы просто сегодня уже говорили о том, что мы Выражаем огромную поддержку Всем ребятам из Минска И не только из Минска, а из всей Беларуси Но на самом деле мы забыли, что у нас в стране тоже происходят такие же похожие вещи Это Хабаровск Это недавние протесты в Башкирии Которые, кстати, закончились тем, что народ, который вышел на эти протесты, он добился своего, он победил Ребята, на самом деле Подобная активность Когда она массовая Она всегда может менять решение властей Помните это, несмотря ни на что И Никогда об этом не забывайте Продолжаем нашу акустическую вечеринку Как я это называю для себя Хочется что-нибудь веселенькое на самом деле еще сыграть А грустные песни оставить попозже Потому что А, ну вот давайте сыграем Мне кажется, уже настало время Настало время Песни, которую, в принципе, мы играем на всех концертах На всех акустических выступлениях На всех радиоэфирах, если я туда прихожу с гитарой На эту песню, наверное, рекордное количество каверов Я слышал в том же инстаграме, например Если вы знаете слова Вы можете там, где вы сейчас находитесь Перед экраном Подпевать тихонько На велосипеде под дождем Разгоняем в лужах облака Правильный диагноз подтвержден Я болен Бесконечным зовом далека Ослепи весь белый свет Красным листопадом упади Праздничным листом календаря Пусть дели мне путь Помаши мне вслед Прости, прощай, привет Прости, прощай, привет Прости, прощай, привет Прости, прощай, привет Селенью протален во дворе Желтым светом пора на углу Встану я и полетян быстрее ветра Солнечным брызгом по стеклу Ослепи весь белый свет Красным листопадом упади Праздничным листом календаря Устели мне путь Поможи мне вслед Прости, прощай, привет Прости, прощай, привет Прости, прощай, привет Если потеряю колесо То небо на лжу луну Жадно раздирая горизонт и время Знай я обязательно верну Я хотел сказать тоже один из каверов Который периодически играю На разных подобных мероприятиях А также просто на каких-то наших вечеринках Для друзей Очень нравится песня Бориса Гребенщикова У меня был друг, его звали Фома Он забыл все слова, кроме слова чума Вчера было лето, сейчас зима Наверно, мой ревер сошел с ума Я устал пить чай, устал пить вино Зажег весь свет, но стало темно Десять лет я озвучивал фильм Это было не мое кино Все панки любят грязь, а хиппи цветы И тех, и других берут менты Ты можешь жить любя, ты можешь жить любя Но если ты не мент, возьму до тебя Я устал пить чай, устал пить вино Зажег весь свет, но стало темно Десять лет я озвучивал фильм Но это было не мое кино Я видел чудеса обеих столиц Святых без рук и женщин без лиц Все ангелы в запое, я не помню кто где Все рокеры, жопы, джаммены в пизде Я устал пить чай, устал пить вино Зажег весь свет, но стало темно Десять лет я озвучивал фильм Но это было не мое кино Это было не мое кино Такая песня Это для разнообразия Чтобы Я уверен, что наши слушатели Очень сильно отличаются по возрастам И нас смотрят совершенно разные люди И подростки, студенты И наши ровесники И даже те, кто старше нас на 10, 20, 30 лет И для взрослой половины нашей аудитории Эта песня была исполнена Я думаю, что еще будет пара каверов на гражданскую оборону Потому что это уже для нас стало традиционным В принципе Явлением Ну и закончим мы Снова нашими песнями Которые самые Главные я оставил на потом На финал нашего вечера Для того, чтобы Немного оттянуть Эту часть Итак Все нормально, трансляция больше не прерывалась Говорят, что все вроде нормально Может быть люди в комментах мне подскажут строчку песни Тут уже их миллион раз подсказали Но они все уже пролистались Я уже их Давай уж к вопросу пока перейдем Ты можешь мне вот Напиши мне вот на листе Ладно, хорошо, давай Сделай пометку Сделай пометку На самом деле Когда очень много песен уже написано Они все в голове Иногда они начинают Друг с другом вступать В химические реакции И из одной в другую слова начинают перекатываться И ты думаешь, что ты поешь одну песню А на самом деле Ты когда-нибудь был такой, что на концерте Полпесни играл другую песню А потом понял, что ты играешь очень не то Сложно сказать, потому что у меня аккорды практически одинаковые во всех песнях И твою гитару не слышно, да? И тем более мою гитару не слышно Салька бывает Как-то было дело Приобрели мы цифровой пульт Behringer И решили записывать все наши концерты мультитреками Очень быстро мы перестали это делать Когда мы послушали несколько наших концертов Послушали, как мы звучим на самом деле со стороны Кто что играет И решили, что пусть для нас это будет сюрпризом Не будем в такие подробности вдаваться А то у нас отобьется вообще желание Брать в руки гитары Такой панк-концерт без лажи, правильно? Сто процентов У меня сегодня нет и рокеза Я забыл клепаную куртку дома Поэтому единственный атрибут панк-рока Который сегодня мы можем себе позволить Это лажа Она уже вот была в песне «Я так боюсь» И мы обязательно, конечно, эту песню сыграем В полном, неурезанном виде Как раз я ее и оставлю тоже на самый-самый конец Для самых наших терпеливых зрителей и слушателей Тут тебе подсказывают Ты забываешь слова, потому что плохо питаешься Витамины советуют попить Да, но тем не менее я набрал 9 килограмм За последние, сколько? 5 или 6 месяцев, пока был карантин Загадка для наших зрителей Как такое может быть, если человек не ест мясо? Но он набрал на растительном питании Может ли такое быть? Я могу сказать, что я живой пример этого Санек тоже набрал, кстати По-моему, около 5 килограмм 4 или 5 килограмм Да, мы стали ходить в зал И очень быстро начали набирать массу На растительном питании Без каких-либо дополнительных витаминов Поэтому это опровержение на твой вопрос Который ты озвучил Я уверен, что это не твой вопрос Это кто-то из зрителей его задал Давай, кстати, еще, может быть, пару каких-то вопросов Попробую одолеть Ну вот, например, такой вопрос Нам оставляли в комментариях К посту ВКонтакте Кто сводит наши песни? Да мы не сводим, так выкладываем Нет, на самом деле мы сводим вместе со Славой Слава делает, конечно, основную работу В сведении Я больше Предлагаю какие-то Креативные решения, которые Ну, то есть я слышу в голове Как оно могло бы быть И пытаюсь ему словами описать Что надо сделать Что надо поменять А он уже знает Как именно это можно сделать С помощью программных средств И также Санек Агафонов Выступает в роли независимого консультанта Слушает со стороны И если мы со Славой уже замылили уши Он может Свежим взглядом Окинуть То, что у нас получается И сказать Пацаны, да у вас бас не слышно Например И мы делаем бас громче Он говорит Еще, еще, еще Потом остается один бас И мы его опять удаляем Из трека И процесс может длиться бесконечно Ну, мы делаем все сами Нам прикольно самим учиться Разбираться в этом Повышать свой скилл Как это Принято говорить То есть Вместо того, чтобы Вкладывать деньги В аренду Студий В работу звукорежиссеров Сторонних Мы стараемся На эти деньги покупать оборудование И на нем учиться работать И самостоятельно записываться И сводиться Нельзя сказать, конечно Конечно, что мы обходимся Полностью без чьей-либо помощи Периодически нам помогают Наши друзья Это Например, Алексей Кузнецов Который Последние годы Работает с группой Луна Леха помогает Делать нам мастеринг Который сами еще не освоили И Также у нас еще есть Наш товарищ Из Твери Серега Алексеев Который Сводил альбом Молодости панк-рок Ну, вот как-то так Еще есть люди Которые тоже нам помогают Периодически мы советуемся С нашим звукорежиссером Алексеем Бондаренко С профессором Вот он тоже Периодически дает Очень ценные советы По выбору микрофонов Например Вот Продолжаем Наверное, да, уже Или еще какой-то вопрос Еще вот один вопрос Себе хотят задать Да, хотят задать Один вопрос Володя, сколько вам надо заплатить Чтобы вы сыграли у меня На дне рождения На самом деле Сколько бы вы Не предлагали Мы В любом случае Откажемся Потому что у нас есть Внутреннее правило Мы Не играем На Корпоративных мероприятиях И на каких-то Частных вечеринках Мы Никак В этом себя не видим Большая просьба Отнестись К К нашему Решению К нашей позиции С пониманием Вместо того Чтобы мы Играли у вас На дне рождения Лучше приходите Все к нам На концерт Вместе со своими Друзьями Которые Хотели бы Вместе с вами Нас услышать На вашем Утреннике Или Огоньке Да, как это В школе называлось У нас Приходите все вместе К нам на концерт Так будет еще Веселее И Я думаю Праздничнее Вот Продолжаем Нашу Церемонию Гитара Перестала расстраиваться Видишь Как Что Отвалилось Все Видео пропало Нет А Вот Сейчас Произойдет Небольшое Затемнение Друзья Не пугайтесь Я останусь С вами Я думаю Мы можем пока Поотвечать на вопросы Звук никуда не денется Нам надо в камере Поменять Аккумулятор Который Уже просто на Последнем дыхании Санек Какие вопросы у тебя еще есть Ну Вот Самый частый вопрос был Что с концертами Когда продолжите тур С презентацией альбома Ну вот Как вы сами можете заметить Мы должны были В сентябре Отправиться В Сибирь В которую Мы не смогли попасть Из-за Весенней волны Коронавируса И К сожалению Сейчас похоже Мы ожидаем Вторую волну Из-за этого Сентябрьские концерты Это Сибирь И это Казахстан Они были Они были перенесены Перенесены вообще На следующий год Как я понял На 2021 год На начало года И Сейчас уже Чем ближе К Следующей части Нашего тура Тем Больше Опять возникает Каких-то Ситуаций С Отменными переносами В регионах Местные чиновники Вводят По своему усмотрению Правила И ограничения Таким образом Пытаясь Предотвратить Появление Второй волны И из-за этого К сожалению Концерты Тоже Начинают переноситься Вот у нас уже По моему Тамбов Должен был быть Послезавтра И Он тоже Уже перенесен Я пока сам Не знаю На какое время Санек Может быть ты Дашь какой-то Более развертый Комментарий Поскольку ты Являешься Непосредственно Тем самым Переговорщиком Который Общается с организаторами И в курсе всех Последних новостей Расскажи Александр Русаков Директор группы У микрофона Можете слышать его голос Санек Да Да К сожалению Ребята Все ближайшие концерты Сейчас нам приходится Переносить Этим мы делаем Этим мы занимаемся Как раз Параллельно Тамбов Тамбов К сожалению Пришлось Перенести Ну и остальные города Ижевск И так далее У Тамбова К сожалению Пока нету Новых дат Как только Мы сможем Сказать На какие даты Мы сможем перенести Тамбов Мы сразу Об этом объявим Ну А так Вся информация Оперативно Проверяется у нас На сайте Поэтому следите Как наш сайт Называется Наш сайт Называется Pornopunk.ru Ну и вконтакте Мы тоже стараемся Всю эту информацию Выкладывать Поэтому следите Друзья Мы ждем концертов Не меньше чем вы Поверьте Мы очень скучаем По ним Но к сожалению Все от нас зависит Мы следим за ситуацией В каждом регионе Мы смотрим все Предписания Запрещения И так далее И на основе этого С организаторами Вместе принимаем решение Что делать с концертами Так что Ждем и верим Что скоро Мы сможем увидеться Я тоже Полностью Присоединяюсь К словам Саши Очень не хватает Концертов Мы уже просто Не знаем Чем себя занять Просто Приходится Придумать Какие-то В спортзал Начали ходить Например Ну это не связано С отменой концертов Это просто Вообще В принципе Отличное занятие Всем рекомендуем Заниматься Спортом Про спорт Я говорил Сегодня про футбол Я считаю Что спорт Это в первую очередь Когда ты сам Выбегаешь на пробежку Отжимаешься Занимаешься По утрам Зарядкой Или ходишь в зал Работаешь С какими-то весами Это спорт Если ты Просто Ешь попкорн Пьешь пиво И смотришь Как 20 человек Где-то далеко Там На другом конце мира Играют в футбол Это не совсем спорт Конечно Это относится Больше На мой личный взгляд Никого не хочу обидеть Это моя Сугубо личная Точка зрения Потому что ребята Например Они смотрят в футбол Санек Прям футболист И фанат Опасный Санек тоже Они друг друга накрывают Периодически Вот Но тем не менее Я считаю Что это все Уже относится Не к спорту А к зрелищам И к шоу-бизнесу Стилизованному Под спорт То есть Я в этом не вижу Никакой составляющей Которая позволяла В Огромном количестве Мультики Которые в это все вовлечены Становиться Лучше В плане физической подготовки То есть Многие не занимаются Вообще спортом Просто смотрят в футбол Спорт это очень круто На самом деле Они просто смотрят в футбол Но они спортом не занимаются Вот Я считаю Что надо в первую очередь Заниматься Строением своего тела Ну не живота Пивного А именно вот Гантели И так далее Штанги Вот Ладно Мы немножечко Вообще ушли от темы Какой там счет уже 2-0 2-0 Ну вот видите Я вообще не понимаю В чем прикол Смотреть полтора часа Если можно просто Потом счет узнать В конце И все Либо да Либо нет Я понимаю Если ты деньги поставил Какие-то И потом выиграл Там например У меня один из просто товаров Ты сейчас научишь Людей деньги ставить Ага Ну мы не рекламируем Никакие ставки на спорт У меня просто один друг был Ну он есть Он просто перестал Заниматься Подобными глупостями Он Начинал с игровых автоматов Чет-то играл Играл в игровые автоматы Потом у него Уже начались ставки на спорт В итоге все закончилось Когда он должен был Огромной суммы денег Потом он очень много работал Чтобы это все отдать И после этого Как-то желание Делать ставки Отпало Вот То есть Никому не рекомендуем Заниматься хуйней Ходите в зал Бегайте Отжимайтесь И Поднимайте штанги И плавайте в бассейне Конечно Итак Давай озвучим сумму Которую мы собрали И Количество Наших зрителей Ребята Собрали уже 365 тысяч Спасибо большое Ребят Каждому из вас И нас смотрят Сейчас так же 5600 5600 5600 Компьютеров Сумма какая еще раз 365 тысяч 365 тысяч Ну пока мы до рекорда Еще Не добрались Ребят Как-то Надо Наверное Поднажать Все-таки Просто сценарь футбол Смотрят все-таки Какую бы еще можно было сыграть песню Давайте подумаем Я хотел еще один коверочек сделать На небе облако рай Пойди И угадай Найти понятия Сыскать невозможно Какого цвета и где Скажи Пожалуйста Мне Скорее там Где Сыскать Невозможно А я от мыслей дрожу Что никак беда не найду Что забыть Убежать Закрутиться Где ты? Где ты? Он благо рай Листья Надежды Моих Не роняй А с коей грустью лечусь Душой на небо я рвусь Ну вот Подождите А с коей грустью С коей грустью лечусь Душой на небо я рвусь В гостом тумане ищу свое счастье Может кто-то когда мне вдруг откроют глаза Увижу его сквозь ненастья Не нахожу я опять Не устаю повторять Живу надеждой О встрече с тобою Где ты? Где ты? Облако рай Листья Надежды Моих Не роняй Липкий балет, мокрый картон, стыдный обед. 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 Липкий балет. Липкий балет! Липкий балет, мокрый картон. Липко. Липкий балет. Да? Можно туда славиться. Ну ладно, пусть будет немного простроено. Звонко покатилось колечко в дырявый карман. Долго растирали глаза носовыми плотками. Так оно и вышло всем смертям назло. Глина покажет, глина поможет, глина научит. Тресло набежала на камень шальная коса. Тресло побелели знамена на больных широтах. Так оно и вышло всем смертям назло. Глина поможет, глина покажет, глина научит. Жарко загибит молоко в материнской груди сладко. Это скрипит зубами во сне во сне. Так оно и вышло всем смертям назло. Глина покажет, глина поможет, глина научит. Приятного искусства, глина научит. Мы еще не заканчиваем, поэтому наш ламповый вечерок только начался. Мы очень старались сделать в этот раз оформление нашей студии более камерным, более каким-то, может быть, праздничным. В этом нам помог наш друг Денис. Огромное ему спасибо. Также вы можете заметить, что немного улучшилось качество картинки. Мы уже ведем трансляцию не на телефон, а на более серьезное устройство. Не знаю, как оно называется. Такая штука с круглой дыркой, со стекляшкой в ней. И также мы поставили хороший микрофон, который, я тоже надеюсь, не разочарует всех аудиофилов, которые сегодня собрались в экранах своих компьютеров и телефонов. Если вы напишите пару слов о том, как вам звук, нам будет очень приятно получить ваш фидбэк, чтобы в дальнейшем, в следующей трансляции мы могли еще сильнее улучшить. Давай, Санек, еще вопросики. Я сейчас подстрою быстренько. Так, так, вопросики, вопросики. Тут интересуются ребята, какие фильмы и книги ты любишь? Ну и чем еще любишь заниматься помимо музыки? Частично ты уже отвечал как бы сегодня на этот вопрос, но давай про фильмы и про музыку. Ну, насчет книг. Здесь нету каких-то конкретных направлений. То есть можно и совсем какую-то художественную литературу прочитать, и фэнтези, например, или может быть что-то историческое. То есть в первую очередь для меня важно, чтобы меня зацепило, чтобы автор, который писал эту книгу, писал интересным живым языком, и книга читалась легко, и, соответственно, происходил резонанс между автором и читателем. В данном случае мной. Из последнего прочитанного, значит, что я последнее прочитал? Я прочитал Пелевина «Эмпайр В» и сейчас я читаю вот последнюю его книгу «Непобедимое солнце». Правильно я назвал ее, да? Что-то я забыл, как она называется. Какое-то солнце, короче. Вы поняли, да? Но вот она что-то у меня тяжеловато идет, поэтому я ее отложил и начал читать «Котлован Платонова», который меня поверг просто в какой-то невыразимый восторг. Я прям вот могу прочитать несколько страниц и потом просто сидеть и обдумывать, смаковать прочитанное настолько красивый слог, настолько много глубины в каждом предложении. Поэтому я вот всем вам советую тоже Платонова обязательно почитайте. Ну, все, кто любит Пелевина, по крайней мере, я думаю, вам будет очень интересно почитать Платонова. Вот, потом что еще можно рассказать про фильмы, да? Здесь тоже нет конкретного какого-то направления. Наверное, в первую очередь главное, чтобы режиссер хороший был и хорошие актеры. Если одно из этих правил соблюдено, лучше, чтобы оба они были соблюдены, тогда, конечно, я посмотрю фильм, неважно в ком он жанре снят. То есть, явно там какая-то качественная работа, которая меня ставит равнодушным. И не оставит, к сожалению, а зря потрачену времени. Поэтому вот, ну, как-то так, наверное, мой ответ. Пусть будет мой ответ таким на этот вопрос. Ага. И еще один вопрос от Оксаны Сонновой. Не боитесь ли вы своего творчества и как вы справляетесь с творческим кризисом? Как вы находите вдохновение для создания новых песен? Если вот целенаправленно какое-то вдохновение искать и пытаться из себя что-то выдавливать, как правило, происходит ступор и вообще ничего не идет. Если у меня начинается творческий кризис, то есть я понимаю, что у меня ничего не пишется, я просто отпускаю ситуацию и начинаю заниматься какими-то другими делами, совершенно не связанными с музыкой. Ну, или, по крайней мере, сосредоточить свое внимание на каких-то других вещах. И как только я это внимание переключаю и забываю вообще то, что я занимаюсь музыкой, то, что я пишу песни, вдохновение само меня настигает именно в эти моменты. И, как правило, всегда это бывает непредсказуемо и что-то рождается даже для меня самого удивительное, вот скажу так. Плюс еще, конечно же, что тут можно добавить по поводу вдохновения. Когда я занимаюсь какой-нибудь рутинной механической работой, то есть там, неважно, делаю ли я уборку или вот когда я работал на каких-то производственных предприятиях, что-то надо делать руками, отключать мозг. Вот в такие моменты тоже у меня очень много приходило каких-то неожиданных идей для песен. То есть это не был процесс размышления, это просто готовая идея у тебя возникает в голове, и ты должен ее срочно записать, иначе она позабудется через 5-10 минут и просто пропадет. И вот приходилось искать какие-то бумажки и на них чирикать какие-то сокращенными словами, конспектировать идею песни или там какие-то уже даже строчки готовые. То есть как-то вот так это все происходит. Всегда неожиданно, это может быть в общественном месте, в транспорте или там, не знаю, во время поездки на велосипеде или там еще в каких-то иных обстоятельствах. То есть творческий процесс идет всегда и при этом никогда не идет. То есть это такая фарадоксальная ситуация получается. Смотрел, как на дурака. Да, ребят, спасибо огромное, уже вами собрано больше 400 тысяч. Ребят, спасибо огромное, вы очень крутые. Спасибо каждому из вас. Мы пока миллион не соберем и не закончим, мы будем до утра, если понадобится. Я буду по второму кругу песни играть, может быть там, не знаю. Так, ну что у нас еще можно было бы... Осеннюю песню. Какую? Осеннюю? Это какая? Это, наверное, осенняя песня из Горжанской обороны, но она очень сложная. И я бы ее не смог сыграть, наверное. Я выбираю на самом деле чужие песни, которые в дальнейшем исполняю на эфирах. Только лишь те, которые я могу пропустить через себя. И как будто я ее сочинил, типа спеть в какой-то своей манере. То есть не каждую песню я могу так прочувствовать, чтобы спеть. И поэтому выбор вот каверов, которые я могу исполнять, он на самом деле достаточно ограничен. Но в принципе у меня накопилось за вот эти все годы, пока я играю на гитаре, довольно много каких-то песен, которые я могу сыграть. То есть там, не знаю, совершенно разные. Там «Последние танки в Париже», «Горжанская оборона». То есть в каждой из этих моих любимых... Значит, у каждой из моих любимых групп есть песни, которые я могу сыграть. Но, конечно, сегодня у нас вечер. Именно песен группы «Порнофильмы» в первую очередь. Поэтому будем делать основной акцент именно на них. Да, ну и на самом деле ты уже в эфире почти два часа, поэтому я думаю, что ребята скоро начнут уставать уже от... Да, они только футбол закончили смотреть. Сейчас Россия проиграла, да, уже... Не знаю пока. Проебали. Как обычно. 2-1, но еще идет игра. О, смотри, видишь? Ладно, мы пожелаем нашему футболисту победы. Поэтому ты, главное, не пропусти песни, которые ты особенно хотел сыграть. Я подожду, когда матч закончится. И как только он закончится, я сыграю обязательно и «Зеленые стекла», которые вы просили. И я так боюсь, которую я хочу все-таки сегодня одолеть. И, конечно, я так соскучился. И самая, знаешь, какая песня? Самая популярная, оказывается, вот если заявки изучить, это песня «Уроки любви», которую я тоже сыграю ближе к концу. Это моя, наверное, тоже самая любимая песня из написанных. Пока же мы продолжим. Значит, просили сыграть Чаев. Я его играть не буду, сразу говорю. Потому что вот это не мое прям. То настроение, которое транслирует группа Чаев, назовем его унылым настроением, оно мне не очень подходит. Мне было бы сложно такие песни исполнять. Хотя мои песни тоже унылые, но у них немножко другой все-таки вектор. Так, а вот я хотел еще из «Гражданской обороны» сыграть песенку. Какую, я не могу вспомнить. А, ну вот моя любимая песня, есть же... Небо пустого цвета, нас пожирает листопад. Вот из слепого лета их треть погоня на ухах. Кипит колокольный лепет, дымят забытые войска. Это, что мы ищем, обрезается в раскрытии Интересного, родного, дорогого себя. Вселенская большая любовь. Вселенская большая любовь. Вселенская большая любовь. Моя секретная калитка в пустоте. Моя секретная калитка в пустоте. Снега продолжают дики, лихорадочный поход. Черни, густые лиги, безостановочный народ. Бессмертные и живые в одной оскаленной цепи. Все, что мы ищем где-то там, за горизонтом, И смертельно-истрепительной дороги. Все на север вселенская большая любовь. Вселенская большая любовь. Вселенская большая любовь. Моя голодная калитка в пустоте. Моя голодная калитка в пустоте. Сушить ледяную рану и впредь давиться леденцом. Шагать тяжело упрямо или катиться колецом. Заглядывать в чужие окна и дать счастливые дома. А вдруг все, что мы ищем где-то рядом, Где смертельно-например внутри зеркально-новогоднего фонарика. Вселенская большая любовь. Вселенская большая любовь. Вселенская большая любовь. Моя секретная калитка в пустоте. Моя голодная копилка в пустоте. Моя волшебная игрушка в пустоте. Я секретная калитка в пустоте. Такая песенка. Мне кажется, это лучшая песня группы «Гражданская оборона». Продолжаем теперь, наверное, уже дальше нашими группой «Порнофильмы» песнями. Вот эту песню, кстати, мы почему-то пропустили. Она должна была быть еще в самом начале. Я сейчас ее тоже, конечно же, сыграю. Ветер загасит окурки и детские слезы. Мы лишь одиночные точки в промокших дворах. Сладаем панический страх в оглушительных дозах на плацу на морозе. И снова дали команду забрать маленькое хрупкое счастье для нормальных пацанов и девчонок. Светлое, стабильное завтрак для нормальных пацанов и девчонок. Тихая, достойная старость для нормальных пацанов и девчонок. Праздничный, торжественный доза нормальных пацанов и девчонок. Мы люди простые, на каждого много не надо. Пусть все украдут, лишь бы нас не взрывали нигде. Откройте Египет, стаканы наполните ядом и кино про бригаду. Как награда за прожитый день. Маленькое хрупкое счастье для нормальных пацанов и девчонок. Светлое, стабильное завтрак для нормальных пацанов и девчонок. Тихая, достойная старость для нормальных пацанов и девчонок. Праздничный, торжественный доза нормальных пацанов и девчонок. Праздничный, торжественный доза нормальных пацанов и девчонок. Россия, чего ты так ярко горишь, ты не греешь? То душу в золу выжигаешь, ты чаще клеймишь. Трясемся, теряя тепло у кривой батареи. Ну как же мы постарели. Постарели, но остались детьми. Маленькое хрупкое счастье для нормальных пацанов и девчонок. Светлое, стабильное завтрак для нормальных пацанов и девчонок. Тихая, достойная старость для нормальных пацанов и девчонок. Праздничный, торжественный доза нормальных пацанов и девчонок. Праздничный, торжественный доза нормальных пацанов и девчонок. Такая песня. Что еще, что еще, что еще? Давайте сыграем «Зеленые стекла». Видно, пора наши крылья в рюкзак. Видишь, весна заживала пальто. Небо в твоих изумленных глазах. Цвета точно такого же, что и «Зеленые стекла». Губы впиваются нам вновь и вновь. Мы в красную книгу мечты занесли. За руки наши нас держит любовь. Рядом кому-то башку разнесли. «Зеленые стекла». Целуются в тостах за наши мечты. Бегут сумасшедшие дни. Щеки намокли. Завтра нести на могилы цветы. Убьют одного. Зайдни в нас зеленые стекла. Какая-то тональность неудобная в этой песне. Давайте попробуем повыше сыграть немножечко. Прошу прощения, это нормальный рабочий процесс. Я специально никогда не репетирую перед акустикой, чтобы все это происходило в реальном времени на ваших глазах. Бывают лажи, но это жизнь. Никогда не бывает ничего идеального в жизни. Видно, пора наши крылья в рюкзак. Видишь, весна заживала пальто. Небо в твоих изумленных глазах. Света точно такого же, что и зеленые стекла. Губы впиваются нам вновь и вновь. Мы в красную книгу мечты занесли. За руки наши нас держит любовь. Рядом кому-то по шкуре снесли. Зеленые стекла. Целуются в гостах за наши мечты. Бегут сумасшедшие дни. Щеки намокли. Завтра нести на могилы цветы. Убьют одного за одним нас зеленые стекла. Зеленые стекла. Город сутулился, сжался в комок. Страх доминанта среди всех причин. Мир, как бездонная кошка, промок. Зеленую лампу не видно. В ночи лишь зеленые стекла. Хоронят нас в желтых горбатых дворах. Со свистом проносятся точно шрапны. Зеленым осколком крови за дырак. Снятся едва мы залезем в постель. Лишь зеленые стекла. Целуются в гостах за наши мечты. Бегут сумасшедшие дни. Щеки намокли. Завтра нести на могилы цветы. Убьют одного за одним нас зеленые стекла. Зеленые стекла. Стой, вернись, смотри по углам. Город сложился в нелепый галпак. Мир, горизонт грежет напополам. Мы точно с вора бездомных собак Бьем зеленые стекла. Так крылья достань свои из рюкзака. Весна пусть подавится рваным пальто. Небо в твоих изумленных глазах. Цвета точно такого же, что и зеленые стекла. Целуются в гостах за наши мечты. Бегут сумасшедшие дни. Щеки намокли. Завтра нести на могилы цветы. Убьют одного за одним нас зеленые стекла. Зеленые стекла. Фу! Тяжелая песня. Она была написана в 2007 году. Наверное, это самая ранняя из моих песен, которые мы продолжаем еще даже играть в репертуаре группы порно-фильма. Ну, в последнее время не часто ее можно услышать на концертах, но тем не менее, периодически мы ее исполняем. Да, ребята, у нас уже 420 тысяч рублей. Спасибо каждому из вас. Я хотел сказать, что 400 тысяч рублей – это стоимость одной пересадки костного мозга. То есть 400 тысяч рублей спасет кому-то жизнь. Вы очень крутые ребята. Спасибо вам огромное. Спасибо за внимание. Спасибо за то, что участвуете в этом большом добром деле. Ладно, продолжаем. Песен, которые я не исполнил, главных песен этого вечера остается все меньше и меньше. Я думаю, наверное, уже пора заканчивать потихонечку. Так. Ты мне написал строчку, которую я забыл из песни «Я так боюсь». Вот тут лежит фломастер, ты можешь вот прям… А, у тебя есть. Напиши, положи мне, чтобы я просто для своего успокоения видел это перед глазами. И тогда я уже точно не ударю грязь лицом перед нашими телезрителями. Если еще какие-то вопросы, может быть, есть, можно тоже пару вопросов напоследочек одолеть. И вопросы закончились, да, уже? Это небывалое какое-то событие, чтобы не было вопросов. Ну ладно. На самом деле осталось-то не так много песен, вот из тех, что я запланировал. Распростертость Пухонных пространств нежно греет Ярким газовым цветком Обреченно Загадаю еще раз Я хотел бы Стать счастливым в пустоте Прошлогодний чай и дешевая еда Вот что ждет меня дома Мяты, простыни, холодная вода Вот что ждет меня дома 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 Улыбнется Мне в разбитых зеркалах Незнакомец Столь похожий на меня Он такой же Только с бездной вместо глаз Мне не страшно Будет Теперь молчать Дома Дома То, что ждет меня дома 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 Знаешь, я так боюсь, что мы просто больше не встретимся Бытрусь, за соленую грусть притворюсь, что мне просто так весело Знаешь, я так боюсь, что наши руки просто расцепятся Знаешь, я так боюсь, что мы изменимся, но в отдельности Я никогда, никогда не скажу тебе Как же я боюсь, как же я боюсь с каждой рваной Раной, бегу быстрее и живее становлюсь Ведь страшней всего для меня, как ни странно В двух океанах ясных глаз твоих тонуть Как же я боюсь Страшно, если родина мает пьяный мальчик и лает с обочины Полкой мажет тюрьма, быть в душе искалечены до черна Что мы будем делать, когда надменный мент нам подбросит наркотики Нас так просто сломать, мы послушные трубки и пинтики Я никогда, никогда не скажу тебе Как же я боюсь, как же я боюсь с каждой рваной рваной Бегу быстрее и живее становлюсь Ведь страшней всего для меня, как ни странно У океанах ясных глаз твоих тонуть Как же я боюсь Страшно осознавать, что мы так ничего и не видели Песни, просто слова, самобман, фантазии, вымыслы Страшно, что настанет момент, и вдруг умрут наши родители Это сводит с ума, ведь по правде мы так и не выросли Я никогда, никогда не скажу тебе Как же я боюсь, как же я боюсь с каждой рваной рваной Бегу быстрее и живее становлюсь Ведь страшней всего для меня, как ни странно У океанах ясных глаз твоих тонуть Как же я боюсь Фу, самая сложная песня в плане исполнения Очень много личного в ней Когда-нибудь обязательно, может быть Расскажу об истории написания этой песни Наверное, это будет в рамках нашей новой рубрики Которую мы в последнее время запустили в соцсетях Пока вы видели только один выпуск Но на самом деле планируется целая серия материалов В которых мы будем рассказывать Обо всем, что вас интересует В том числе об историях Написания различных песен Об оборудовании, которое мы используем И просто веселые истории из нашей туровой жизни Так Я сейчас, наверное, думаю, что уже надо будет заканчивать Я сыграю последние две, которые я хотел Так Как у нас там вообще успехи-то? Все отлично Ребята уже собрали 456 тысяч рублей Ребята, спасибо каждому из вас Спасибо огромное Ребята, вы просто чудо Спасибо, спасибо, что вы с нами Так Ну давайте На удивление Среди прочитанных мною заявок Песня Про которую я думал, что она самая Наверное, будет Ожидаемая Она набрала меньше Как это назвать? Голосов, да? Она набрала меньше голосов Чем Песня Уроки любви То есть Рекордсменом оказалась песня Уроки любви Она будет последней А сейчас перед ней Я исполню песню Которую тоже часто просят На нее тоже часто делают каверы Может быть кто-то даже догадается По первым Аккордом Может быть мы даже увидим Это в комментариях Можно даже Смотрите вот так Это если бы мы сейчас сидели у костра Она бы звучала именно так Город расколется на мириады зеркал Крутцам в любовных пожарах Петарды сердец Стенка до стенки душа За душой тоска Тянет полотно Тот заколдованных мест И я же тебя Никогда никому не отдам Белосердечко И плакали гордые Ты Наши тела Вы могли отыскать По следам Если бы мы не забыли Оставить следы Дайте мне белые крылья Я утопаю О муте Через тернии Провода В небо только в нем мучиться Тучкой маленькой Обернусь Над твоим крохотным домиком Разрыдаюсь Косым дождем Знаешь, я так заскучился Знаешь, я так заскучился Знаешь, я так заскучился Знаешь, я так заскучился Знаешь Встретимся И за секунду проносится ночь Но вечность Но вечностью черная разлука Обрушится вновь Так почему же мы все Разбегаемся прочь Зная Знаешь, в каком направлении Наша любовь А мы друг для друга Давно Стали как зеркала Видеть все чаще тебя Из себя узнавать Нитью незримой нас намерзгла Сшила и гладь Как больно, когда города Нас хотят разорвать Дайте мне белые крылья Я утопаю в омуте Через стернии провода В небо столько в нем мучиться Тучкой маленькой обернусь Над своим крокодным домиком Развыдаюсь косым дождем Знаешь, я так заскучился Знаешь, я так соскучился Знаешь Я так состучился Знаешь Я так соскучился Знаешь спасибо спасибо ребята спасибо что вы с нами кстати всем с кем мы знакомы лично огромный привет от меня от ребят из группы порнофильмы обязательно увидимся как только появится возможность сможем пообщаться уже напрямую так сказать не через виртуальную реальность в жизни на самом деле пока играл песню я подумал что есть еще песни которые можно было бы сыграть если мы никуда не торопимся мы можем добавлять еще какие-то бонусные мили я об этом ничего не понимаю какие еще у нас вообще новости да может быть в россии победил футболе нет к сожалению нет конечно расстроился я же смотрел параллельно все круто ребят 470 тысяч спасибо вам огромное спасибо вам большое как раз у нас осталось пару песен и надеюсь надеюсь мы очень сильно утомили может быть еще мы сейчас вообще расширенную программу только есть ребят не закидает наставками если ты увидишь то количество смотрящих трансляции начинает постепенно падать тогда мы будем завершать я сыграю песню уроки любви она быть сигналом что это последняя песня дело в том что у нас еще может быть пара каверов каких-то можете советует редкую песню которая еще не была записана в альбоме но вы ее уже могли санек там план эвакуации уже рисует ну давайте сыграем 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 еще одна песня скребется что-то в углу мы что ли завелось гаража непонятно звезды в небе чей-то вдох звезды тысячу карат мажут слова на листок звезды топки не горят солнце закатило вниз солнце смотрит мне в глазах вот моя рука держись ну что еще тебе сказать когда же начнется когда же начнется вечно миг секунда час и уходят в никуда это сорвана печать загорятся города кроем пылает горизонт это развели мосты это то что нас убьет это я и это ты когда же начнется ночь когда же начнется ночь когда же начнется ночь ночь еще одна песня она похожа к аккордах но она уже от другого исполнителя ну просто пока я ее играл мне захотелось еще и сыграть вторую ну как вторую просто я вспомнил ту, другую и сейчас я тоже ее сыграю может кто-то ее даже знает покидая свое тело как пожарище в смертном бою наблюдая как тональность уходящую веру свою накрывая площадями неприступную гордость границ разворачивая знамя одиноких сердец и границ цивилизация цивилизация построила июль на желтых пальцах черная смола и близко осень и на асфальте мертвая пчела и металлический не плачет дом хотя в нем вешаются столько лет непобедимо сострадает мне и продолжает падать черный-черный снег дольше живите дольше живите дольше рождайте больше красный смех гуляет по стране с сенсами за полями за грехом беззащитных стихов за хрустальными обломками безумных идей и штыков вселенского позора от бойцов за нетленную плоть от всевышнего кошмара отбитые пули на зло цивилизация построила июль на желтых пальцах черная смола и близко осень и на асфальте мертвая пчела и металлический не плачет дом хотя в нем вешаются столько лет непобедимо сострадает мне и продолжает падать черный-черный снег дольше живите дольше живите дольше рождайте больше красный смех гуляет по стране и и и и и и и режиссер нашей видеотрансляции сегодняшней александр агафонов говорит волос ну хватит минорных песен давай что-нибудь повеселей давай гитару перевернуть в другую сторону и играть наоборот звучать очень весело я не знаю какие веселые песни это давай король и шут парем например волос король и шут но если только за очень большие деньги да не я шучу на самом деле можно какую нибудь сделать композицию а какая там у нас бита наша моя любимая песня из короля и шута это вот это вот вот так как он печален был он ее любил но во всем ему отказ чтоб он не попросил с горя он тогда пропеллер смастерил как получилось сам не понял как там вышел он на луг и увидел вдруг на краю на краю стеса она молча смотрит даль охватила тут юношу печаль и раздежав вниз он прыгнул и с утеса вниз парень полетел и забыл залетный ветер гибель и гибель его три и гибель и гибель его С улыбкой над утёсом в воздухе повис И воскликнул он, милая сюрприз Но вдруг заглох его профилер С утёса вниз парень полетел И забыл залётный ветер Не бери его звенья Ветер Как-то так там, да, было? Я думаю, что да, пора уже закругляться, наверное Давайте мы... Я вообще не хотел «Король и счёт» играть Специально для Александра Агафонова Его любимая песня Как и обещал, да, я хотел бы сыграть в конце нашей трансляции Песню «Уроки любви» Сколько мы собрали на данный момент? Давайте озвучим последнюю промежуточную цифру На данный момент 485 тысяч Ребят, спасибо огромное Ребят, спасибо, что вы с нами Мы, конечно, бы очень хотели проводить подобные трансляции чаще Может быть, даже на регулярной основе Всё зависит, конечно же, от того, насколько вам это интересно И в первую очередь, конечно, мы хотим видеться с вами на концертах На настоящих живых концертах Чтобы мы могли видеть ваши улыбки, ваши лица И чтобы я был на сцене не один А со мной были все ребята из группы «Порнофильмы» И, конечно, в таком формате нам нравится выступать для вас больше Ладно А, ну, я могу сыграть новую песню-то? Я думаю Можно же её, наверное, исполнить А, я сыграю несколько просто песен сейчас Одна из них будет «Уроки любви» И ещё пару я Если хватит батарейки Признаться в любви Это значит признать вину Гореть от стыда В попытке спалить тоску Обломывать кромку льда А потом тонуть Крутить барабан, а потом пистолет к виску Данца в любви В отчаине топоров Благой трубит Мастье своего корабля Вырвать и вынести сердце с помойным ведром Скулить ногтями закрытую дверь скобля Признаться в любви, добровольно шагнуть назад Свернуть все посты и расформировать полки А безоружен удастся твоим губам и глазам Радостно сунуть шею в твои силки Знаться в любви, вольщая их топором Гордо рубить мальчик своего корабля Вырвать и вынести сердце с помойным ведром Скулить ногтями закрытую дверь скобля Признаться в любви, это значит искать покой Сон, аппетиты прогладывать горликом Вспоминать о том, как ты безнадежна была далеко Пять секунды, когда мог коснуться тебя рукой Знаться в любви, вольщая их топором Гордо рубить мальчик своего корабля Вырвать и вынести сердце с помойным ведром Скулить ногтями закрытую дверь скобля Скулить ногтями закрытую дверь скобля Научи меня любить и не дышать Чтоб остаться, чтобы больше не бежать Догони за рукав за мной Сквади домой Снова домой Отыщи среди далеких городов Среди свалок пустырей, полей снегом Теплым чаем напои, да одеялом закрой Глаза не закрой Веточкой верба помашет Дождик в окне размажет Прошлое наше Рука сожмет В один конец билет Веточкой верба помашет А мы все бежим Дальше мы стали старше Кажется больше не страшно Взрослеть Кажется больше не страшно Что имел, то не ценил Манил закат Побежал глаза уставим в облака Из дырявого мешка просыпал Все, что любил Себя позабыл Уведи меня назад с кривых дорог Отдряхни от всех забвений и мороз Перед зеркалом поставь и расколдуй Пробудим Колокольчик Звенит я дома Веточкой верба помашет Дождик в окне размажет Прошлое наше Рука сожмет В один конец билет Веточкой верба помашет А мы все бежим Дальше мы стали старше Кажется больше не страшно Взрослеть Кажется больше не страшно Спасибо друзья И последняя на сегодня Песня, которую я обещал Сыграть уроки любви Глоточек перед ней Только что вы услышали Одну из наших новых песен Которая еще не была записана И ни разу не исполнялась публично То есть можно сказать Что сейчас была ее премьера Конечно не совсем в том виде В котором мы изначально хотели То есть она должна быть в электричестве Но очень скоро я думаю Мы ее выложим уже в оригинале так сказать Ну как мы там перешагнули Полмиллиона метров Ждем информации Занек приходит Придется самим докидывать тогда Чтобы круглое число было Ну ладно Это все не важно Важно то что вы с нами Важно то что вы участвуете В этом добром деле У каждого из вас Большое доброе сердце Спасибо вам что Вы с нами Песня уроки любви По вашим заявкам Ком из изломов болезней Столетних обид Гном растаял Как же смешно Как же стыдно Я все вдруг уложил Все раздавил В том Выскажениях навязчивых Увидел себя настоящего Как больно калечились Школы небесной любви Глянул учитель Во тьму наших мыслей Путы И в объятьях Руки раскинул Вздохнул Да так и застыл И на распятьях Плакали тушки свинцовые В пламени центры торговые Мне дети кричали Но дайте хоть каплю тепла Черемуха белая Переболи Груди Чего ж мы наделали Сколько же лиц Стравим Стоки под окнами Может быть им Нету сыны Но для чего же жестокие Выучит здесь Каждый Свои Уроки любви Повернет Выставит в нас Наизнанку война Все людское Снова за бою Закроем страну Что для нас В тюрьмы В тюрьмы Строит Грабрас Игрушечница Бельгай Живой И в ограны Как капелька Без ноги Мальчишка Бросался В атаку На танк В тюрьмы Черемуха Мои Уроки В тюрьмы 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 Наши уроки любви Наши уроки любви Наши уроки любви Уроки любви Наши уроки любви Спасибо ребята Для вас выступал Володя Котлеров и группа Корнофильма тоже была за кулисами Александр Русаков Бэк МС сегодня был за микрофоном Вы его не видели, но слышали его красивый голос Александр Агафонов тоже Наводил шороху Огромное спасибо Огромное спасибо отдельное Денису за помощь в трансляции Мы говорим вам до свидания До новых встреч Не прощаемся с вами навсегда Увидимся На концертах в ближайшее время Я думаю, что все-таки ситуация, наверное, наладится Я надеюсь, я надеюсь Ребят, спасибо большое, мы собрали больше 500 тысяч рублей Вы собрали больше 500 тысяч рублей, конечно же Вы очень крутые, спасибо вам огромное Спасибо, что были с нами Мы по всем очень скучаем Да что я черты возьми Ребят, спасибо огромное Очень надеемся, что мы скоро со всеми увидимся Больше 500 тысяч было сегодня собрано Позже вконтакте мы Позже вконтакте мы напишем Точную сумму, спасибо вам огромное Спасибо, ребята Санек, айди тоже к нам Давай со всеми попрощаемся, уже сто лет со всеми не виделись. Поём нашу вот эту любимую песню. Изгиб гитары жёлтой... Не, Вован, я не умею играть. Не, всё, надо на этой ноте заканчивать. Ребят, спасибо, вы самые лучшие, вы растопили наши сердечки. Мы хотим в следующий раз с каждым из вас встретиться в клубах ваших городов, всех вот так взять за руку, пожать вам руки за то, что вы такие добрые, отзывчивые, альтруистичные люди. Спасибо всем! Мы... Ну и счастливы! Поехали отдыхать! Спасибо, ребята! Спасибо, ребят! До встречи!